Добрый вечер нашим зрителям в эфире программы «Доживем до понедельника» в студии, уже как обычно, Григорий Гельфер, Евгений Гендин и я, Елена Кальяна. И как обычно, у нас прямой эфир, мы предлагаем вам участвовать, 370-3101, это телефон, который работает в течение нашего эфира, ждем ваших предложений или вопросов. Можно звонить, а можно и не звонить, нам много чего есть сказать, перемолоть, перемыть кости, да и есть еще, как это у нас разухобестная музыка такая перед программой, ну ладно, это отдельный разговор. Ну мы же должны потанцевать. У нас еще социальная сеть Facebook, в котором вы можете в течение недели на страницу нашей программы, которую сейчас вы увидите на экране или увидели, писать пожелания, задавать вопросы, острые, тупые, в общем, как получится. Мы, мы, прежде всего Елена Кальянова, на них обязательно в течение нашей программы ответим. И сейчас можете писать. Можно уже начинать. Сегодня день весеннего равноденствия, правда, немножечко зимой в день наступления весны все-таки уже случилось. Ну, я думаю, что это для того, чтобы все-таки все уравновесить, чтобы было поровну зимой и весны. И сегодня еще, кроме всего этого, день гармонии. Гармонии. Я предлагаю так, чтобы все гармоничненько провести. На самом деле сейчас еще и Новый год. То есть это вот Навруз, это праздник, который празднуют иранские и тюркские народы. Ну, это праздник давний, он, в общем, празднуется гораздо раньше, чем возник мусульманство. То есть это не азербайджанский? И в том числе, ну, даже по календарю бахаистскому, это тоже, в общем-то, праздник. То есть это на самом деле... А если вообще, что мы в основном все бахаисты такие? Нет, не все, не все. Нам все бахаи. Я знаю, что ты, Михаил. Это праздник, который, в общем, принадлежит очень многим народам. И в Китае его празднуют, и везде. Но, естественно, в Днепропетровске, самом толерантном в мире городе, вчера праздновали. Участвовал даже наш городской... Всего еще День счастья был. Ну, День счастья он был. Я надеюсь, он еще как-то продлится. По правилам Навруз, это день, когда надо, во-первых, убрать в доме и раздать долги. Женя, если что, хоть что-то одно сделай. Я могу убрать долги и раздать в доме. Хорошо. Я всегда все путаю. Да, еще я хочу сказать, что, конечно, Навруз, это великий праздник. Но есть еще очень замечательный праздник. Сегодня Международный день кукольника. Вот, поэтому я хочу поздравить вот всех знакомых. Ты по блату кого-то хочешь поздравить. Конечно, я хочу поздравить Михаила Овсяникова и Валика Фетисова. Это мои самые близкие знакомые кукольники. Я присоединяюсь. Да, я считаю, что это очень благородное дело. И в отличие от некоторых кукловодов, которые, в общем, не празднуют, а сидят. Кукол дергают за нитки. Эти вот реально показывают, что люди должны брать пример с добрых кукол, а не со злых. Что значит... Сегодня очень тяжелый день. А про Навруз сейчас все-таки про Навруз я подумал сейчас, что песня же есть такая, «Верония судьбы». Она звучала. Навруз Трекорова. Пусть удивляются. С кем распрощалась. Все, теперь к более серьезным. Сегодня очень тяжелый день, поскольку сегодня началось зачитывание приговора Надежде Савченко. Предполагается, что процедура эта будет длиться два дня. И уже после первых двух часов начала этого зачитывания некоторые журналисты объявили, выдали новость о том, что обвинили Надежду. Это потому, что судья в это время зачитывал именно обвинительную часть. Вот приняли, не так выдали и уже распространили. Тем не менее, чтение продолжается. Адвокат и Надежда сообщили о том, что не пустили украинских и секретаря Порошенко, и украинских депутатов, и консулов по неизвестным причинам. Надеемся, конечно... По неизвестным кому причинам? Не объяснили причины. Непонятно, естественно, незаконно все. И еще такая информация была на минувшей неделе. Мать Надежды Савченко обратилась, просит выделить земельный участок. Она обратилась за ним еще летом. Выделили, там что-то не подошло. Она пришла на заседание Киеврады и попросила поменять район. По информации, сегодня на землю такой претендует около 17 тысяч воинов АТО, их семей. И Кличко говорит о том, что на всех, естественно, земли не хватит. Будут, возможно, предлагать денежные компенсации. Но, естественно, эту новость разобрали очень многие интернет-ресурсы. Я встретила заголовки о том, что якобы мать Надежды спекулирует о том, что требует очень больших привилегий. Ну, сейчас это мутные, это информационные войны. Я не знаю, я всегда слежу за комментариями читателей. Естественно, люди были возмущены. Очень много людей возмущенных. Тем, что мать требует вот таких привилегий. Я не знаю, наверное, это правильно, но с точки зрения кого-то. Но неужели это так плохо, то, что делает мать? Неужели, вот почему люди не замечают то, что обыкновенные там пешки, например, работники министерств, не умные, не талантливые, возможно, исполнительные, они получают совершенно легко, тихо. Уже есть целые поселки вокруг Киева, и там живут эти люди, которые там вовремя подмахнули. Я считаю, что нужно прекратить просто вот эту тему. И заслуживает человек, более чем заслуживает. Искорежена информационной войной, информационными интерпретациями. Мало того, что у нас кривое общество, у нас еще и кривое отражение. То есть вот эта кривизна на кривизну, она, конечно, меняет. Ну, у нас очень много кривого. Я не знаю, у меня вот какой-то пессимизм с этой темой. Возможно, вы порадуете какие-то городские имена? Нет, ну, чем порадовать? Можно порадовать только тем, что была сессия городского совета в среду, в общем, была возможность на ней присутствовать. И она, в общем, ну, как бы это был еще один шаг к тому, что как-то более-менее, ну, пока все устаканивается. Приняли вот этот вот новый, как бы, функционал. Сейчас очень популярное слово, это функционал. Да, функционал, это просто. Дальше, значит, депутатские комиссии немножко переименовали. Очень, значит, такая трогательная история. Была вот комиссия по этике, законности и правопорядку. Значит, законность и правопорядок убрали, а оставили только... Потому что они несовместимы с этикой. С этикой нет. Нет, оставили этику материнства и детства. И были возмущены депутаты. Ну, на мой взгляд, в общем, есть как бы логика в этом. Ну, что, это же не очень справедливо. Ну, зачем нам детство и материнство, сказала одна из депутат. Вот, на что, значит, другой... Это сексизм. Мы уже взрослые депутаты. А как? Депутатов? Депутаток. Вот по-украински так будет. На что, значит, другим депутатам было отвечено, как вам не стыдно, детство и материнство – это святое. Ну, в общем, как прозвучало из уст представительницы вот оппозиционного блока того, что это самое, что это бумеранг, что это вот как бы бумеранг, и он обязательно вернется. На самом деле, он уже... Да, Филатов сказал, что к ним он вернулся. Да, он уже вернулся, этот бумеранг. К регионалам. Конечно, хотелось с бумерангами не разбрасываться, потому что это такая опасная штука. Потому что придется топор войны, да? Выбрали секретаря городского совета. Как вам кандидатура? Ну, человек сказал, я... Гельхеру с ним работать нет уж. Он сказал, я был... Ты тоже на сессии. Он сказал, я был совершенно, совершенно не готов, это для меня неожиданность. Пошел с рюкзачком, вот, ну, такой... Ничего, Мэр Вильнюса тоже с рюкзачком придется. Да, человек, я не знаю, я верю, что как-то будет... Я думаю, что у него в рюкзачке хорошее предложение по работе. А что у вас, ребята, в рюкзаках пел в свое время Хиль? Это вы такие оптимистичные, верю, верю в вас. Меня просто, вот, как бы, я обратил внимание, что вот это большинство, которое сложилось, оно состоит из 37 человек. И поэтому, вот, я вспомнил стихи Владимира Семеновича Высоцкого и дописал просто две строчки. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло. А сколько насчитаем мы, когда придет апрель? Эх, только б нас назад не развернуло. Вот такое вот... Вот оно уже не жидкое, да? Да, ну, еще такое переходное, переходное. Я художественную интерпретацию сессии продолжу. Вот это я присутствие, я человек негосударственный, внештатный и так далее. Ну, скажи, что ты не на зарплате еще. Да, не на зарплате, отголоски, много резонанса, разве это зарплата? Отголоски, резонанс были, но я не политические вещи, а все-таки культурные, все-таки внештатные по культуре, поэтому по внештатной культуре этой сессии, да, я скажу, я, в принципе, не люблю хвалить, вот реально не люблю хвалить Филатова. Вот Филатов любит хвалить Филатова, а я не люблю хвалить Филатова, я не люблю, что Филатов любит хвалить Филатова. И тем не менее, я считаю, что на этой сессии он был красавцем, ну, как по мне, да и как не по мне. На драйве он провел, на коржей, самое главное, результат достигнул. То есть, кто-то уныло называет клоунадой, театром одного актера, немножко это было, но вопрос же эффективности этой сессии, ну, надеюсь, что мы ее, как бы, все ощутим. В любом случае, там очень много было топов, мы же собиратели фольклора сессионного, очень много было мемов, там, всяких вот перлов. Безусловным для меня Оскар, мой лично, уходит, конечно, коллективному, бессознательному. То есть, там, когда Филатов посетовал, что вот фракция БПП городская, она днем его мочит, а ночью, прямо перед сессией, как правило, ходят к нему, значит, проситься в коалицию. И он упомянул, там, по-моему, депутата Кучугура, есть ли я правильно? То есть, там две фракции ночная и дневная. Да, и на что депутат Кучугура сказал, что он был ночью в другом месте, и это не к нему вопрос. Филатов сказал, что для меня ваша фракция одно коллективное, бессознательное. То есть, по Юнгу. Юнг это сказал за сто лет до этой сессии. Вот, потом он посоветовал, Филатов, уже на кураже депутату Селиванову. Юнг это не депутат городского садика. А то по блока, когда она пламенный юридический спич, там, какой-то толкнула. Вы такой прекрасный адвокат, не хотите пойти поработать адвокатом к Корбану? Конечно, порвало... Уже поздно работать у Корбана адвокатом. Да, порвало, когда... Когда после перерыва, значит, Филатов перечислял, кто вернулся в зал, значит, укроп, там, говорит, самопомощь, БПП, громадская сила, оппозиционный блок, Днепропетровский же такая фракция, оппозиционный блок, Кривой Рог и так далее. И, конечно, он так вкусно говорил, вот, то, что Гарик упомянул, на комиссии по этике материнства и детства, когда вот рекламировал, чтобы Загид Геннадьевич Краснов туда пошел, что мне очень остро самому захотелось избраться, только для того, чтобы попасть именно... Или стать ребенком, чтобы эта комиссия тебе заботилась? Именно в эту, именно в эту. Но меня лично, вот, мои эмоциональные... Матерью. Матерью лучше. Ощущение. Когда он сказал, что... Вот это, это действительно совпало с моим ощущением. Попрошу депутата Абату Поблока пореже употреблять слово народовласти. Вы уже так народовластились, что мы до сих пор революцию и войну выхаркиваем. Считаю, что грань практически, за редким исключением, там, Филатов не переходил. И, самое главное, вопросы порешали при этом. А, ну я забыл, наверное, же это не всем нравится. Но я так думаю, просто не все еще прониклись. Ну, как-то ты не очень ненавидя хвалишь Филатов. Да, да, да. Я представляю, что он хвалит, если он... Да, вот как ты вот это хвалишь, я не знаю. В смысле? Ну, вот ты сказал, что ты ненавидишь хвалить. Нет, что он не любит его. Да, это редкий, для этого исключения. Поэтому он и ругал. Мы потом посмотрим подборку ста программ. Доживем до понедельника, и вы мне ткнете, где я хвалю Фила, вот, кроме этой программы. Я сказал, что, да, Борис Александрович провел на Кураже, на Драйве. Нормально. Почему мне похвалить разок? Вот. Вот. Ткнем обязательно. Ну, и на этой неделе вот очень ценный совет, очень мудрый совет украинцам дала, наконец, глава Национального банка Гонтарева. Лучше денег дала. Она сказала, ну, денег не дала, да, она сказала, что наша с вами главная задача – перестать думать о курсе доллара. Нужно нам начать следить за ценами и смотреть на содержимое вашего холодильника. Вот, и самая главная задача для страны – это вот уменьшить количество импорта и дорогих импортных товаров. Я считаю, когда вот государственный чиновник… Да, когда государственный чиновник таким образом вот что-то инициирует, то первое, с чего нужно начать – это с себя. Нужно пересесть на другой автомобиль, наверное, да, ну, там телефончик, планшетик, может быть. Вот, я не знаю, Женя, тоже, как бы тебе такая идея понравилась бы, если бы такая инициатива все-таки прижила? А может, у нее, может, она едет на… У тебя планшетик украинский, нет? На раздобланный… Да, цэйхвон. Цэйхвон, цэйхвон, цэй, украинский. Нет, пока, пока что ничего не держит. Поэтому вот такие инициативы… Ириночка, ты говоришь, что вот Гондарева советует не следить за курсом доллара. Перестать. Перестать. А если вот люди, которые перестали следить, а потому что вопрос, как бы, уже решили. Вот есть такой представитель прокуратуры Владислав Куценко, значит, он прилюдно объявил, что было Западом, там, выделено, там, американцами и Евросоюзом 2 миллиона долларов на реформирование прокуратуры нашей. И эти 2 миллиона долларов, они пропали. То есть и сейчас прокуратура, как бы, вот лихорадочно ищет, там, значит, они, значит, проводят какие-то следственные действия для того, чтобы их найти. Ну, тут парадокс, это вот логическая задача, что для того, чтобы эти 2 миллиона найти, прокуратура должна быть реформирована. А чтобы она была реформирована, нужно, чтобы эти 2 миллиона были. И поэтому получается, что задача, по-видимому, не имеет решения до тех пор, пока еще 2 миллиона долларов мы где-то не найдем. А не в тумбочке, а за шкафом, а в холодильнике. Ситуация может кардинально поменяться, если все-таки найдут кандидатуру на нового примера. Да, в принципе, ну, кстати, о прокуратуре и, кстати, СБУ сюда, вот Швецов, мы не будем долго, вот этот, который начальник Венецкой полиции, который собирался драпать Москву. Который был у Березенко. Я думаю, да, коротко скажу, что я думаю, что его свобода это приговор, это своего рода приговор, вот, вот, потому что оно в той же ситуации, ну, ладно. Это уже банально вспоминать, как это было, за 72 часа вроде, да, должны были предъявить. Корбана за 72 часа не предъявили, я еще Корбане сегодня скажу, уже быть ангажированным, так ангажировать. Ну, давай уже говори уже. Не, потом. Я о премьерах сейчас. Он анонсирует, а потом... Да, я о премьерах скажу. Значит, чем больше мне рассказывают о том, что Ярейска, вот, и Луценко там, Соловьем поет о том, что все-таки, наверное, Ярейска, тем больше я думаю, что нам все-таки впарят Гройсмана. Хотя, может быть... А я думаю, что заставят Ярейска все-таки принудя. Во всяком случае, эта же тема идет уже давно... А может быть, будут бить 11-метровые. А может, Садовой созреет уже как-то. Садовой созреет. Садовой созреет. Но Байта говорит, ну ладно, типа, я сам слышал, вот своими, вот, правым этим ухом, Байта говорит, ну ок, хорошо, не, не... Это наша корова, и мы будем ее дать. То кто? Значит, кандидатура называлась в Давосе, там, 4, якобы, там, Саакашвили, господи, пронеси, Шимкин, там, Климкин и Ярейска. Но, как мне очень понравилось, как Мостовая написала, по инерции считать Саакашвили любимцем американских демократов могут только политизированные, но пугающиеся электричества бабушки. То есть Ярейска тоже отказывалась, потому что она признает, что она в самом своем ведомстве не может управлять фискальными этими делами, налоговой, там, и таможней. Шимкин, как Климкин, и Климкин, как сказал Мостовая, ну это вообще секция мягких игрушек, обитателей, которыми стремятся прикрыть предстоящее жесткое мародерство. И вот, поэт, сейчас опять Ярейска, как бы, говорят, что вот она, хотя я все-таки считаю, ну, Гройсман, он, конечно, самостоятельная фигура, фигуры, они разные, мы сегодня спорили с Гельферманом, является ли пешка фигурой, я говорю, что Гройсман... Я сказал, что пешка это не фигура, она может стать фигурой, но... А я считаю, что Гройсман фигура. Ну, это все поле надо было, это все поле. И пешка фигура. Я просто думаю, что мы же тогда уже официально, если Гройсман станет тогда Петра Алексеевича, без всех этих Зехеров, уже царем, императором, скипетром. Но, последнее, что скажу, значит, вот, типа, они же торгуются, торг, это же, назовем так, переговоры идут. Яценюк, в общем-то, вроде, типа, готова ставить этот пост, но чтобы... Но никому не говорит и не уходит. Но чтобы сохранить Авакова, Министерство МВД, Минюст, поруби, чтобы спикером, то есть, хотелки Народного фронта. Но понятно, что у команды там Порошенко аппетита на эти дела. Да, и на Министерство... Там были сплошные дефекты дикции. Что меня вначале... Ты не запишу. Дефекты дикции. Ёкнуло сердце, конечно, у меня вначале, что на Минюст хочет Петр Алексеевич Филатова. Но потом я вспомнил, что Филатова, они же разные все-таки бывают. Это Филатов юрист. Ты уже приготовился ругать. Да, другой Филатов, желтая сборка Портнова, как по мне, вот такой китайский вариант, китайская копия Портнова. Но, во всяком случае, я все-таки 52% даю на... Ой, неожиданно, как сейчас я понял, Анатуша Аценюк останется. Я так понимаю, что больше всех в шоке от вот этих всех предложений, возможных обсуждений был Саакашвили. Что-то случилось даже с его носками на форуме, который проходил в Днепропетровске за очищение. Ну, носки-то были хоть чистые? Носки никто не знает, чистые или нет. Ну, почему-то вот одна штанина была заправлена в носок, то ли это... Может, это масонский знак какой-то? Я думаю, что это неспроста, что-то, это очень как-то просто. Это какая-то специальная заправка такая. Но, тем не менее, фурор такой вот в соцсетях, уже второй день все обсуждают. Да, против очищения от коррупции? Возможно, возможно, чтобы вот ботиночки чистые остались, туфельки. Есть у нас звонок в телефон. Давайте послушаем комментарий. Михаил Николосович, Владимир. Добрый вечер. Мы вас готовы послушать. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, чтобы найти эти два миллиона, это надо самую могущественную разведку мира подключать. Израильский Моссад. У нас иначе никак. Так, по Савченко. Пленных много, но вот герой Украины, она участок в Киеве. Дай бог, ребятам только мечтать об этом. Ну, а Наде, конечно, выйти на Украину и ощутиться. Никто не против. Ну, внимание к ней, конечно, другим только и мечтать. Да, спасибо за ваш комментарий. Я думаю, что мечтать об этом не нужно. Не нужно, да, об этом и думать. Это не очень, как бы, комфортная ситуация. Мы все не заэтически знаем, как бы мы вели себя, как надо вести себя, как бы мы вели себя на этом месте. Я хочу от Саакашвили, да, там такое было, это же все-таки такая тусовка была, но это была не самая главная тусовка, потому что самая такая модная тусовка была на презентации книги Бориса Ложкина «Четвертая республика». Я там не был. Кто-то прочитал? Я книжку, как говорится, я эту книжку не читал, но она мне уже, как бы, ну, вот Гарри Карагодский написал, что он ее прочитал, текст хороший, говорит, смысл хороший, но, говорит, подача и время, когда эта книга написана, ну, как-то... Не встал. Ну, не кстати. Многие пишут, почему там слово «президент» написано в этой книжке с большой буквы, а «премьер» с маленькой. Ну, то есть, в общем, есть какие-то претензии, я, честно говоря, не знаю, я ее не читал, эту книжку, и думаю, что, по-видимому, не прочитаю. Но людям, которые любят читать книжки, я хочу просто напомнить, что сегодня Всемирный день поэзии, и вот буквально... И Навруз, и Всемирный день поэзии. Ну, Женя, так вот. Да, и вот у Лины Костенко, ну, человеку, чьи книжки нужно читать, ей 86 лет исполнилось. Я хочу просто несколько строчек, вот Юлия Дмитрова, моя хорошая знакомая и любительница поэзии, она вот выложила в фейсбуке, он мне просто запал, да? Любить тваринку и травинку, и солнце завтрашнего дня, вечерню в попеле жаринку, шляхетную инохить коня. Згадайте, в поспеху вагона, в невидворотности знакань, як рафаэлевська Мадонна увичи дивится векам. В эпоху спорту и синтетики людей велика ряснота, нехай тендитни пальцы этаки торкнуть вам сердце и в уста. Вот такие вот... А, я можно о литературе продолжить? Можно о литературе продолжить? Ну, я тебе, если ты что-то хочешь сказать, я безусловно... Я держу тему, ты о Корбане еще хотел говорить. Вот я ж по литературе, ну вот... Да, это драматургия. Я все прекрасно помню, да не все, кстати, знают, что Корбан закончил сколько-то, два курса или сколько? Ну, он учился, да, мы общались, он говорил, что он туда поступил, но потом понял, что... Но, в любом случае, важная штука, серьезный пазл в городской причудливой картине складывается, вернее, он уже сложился, этот недостающий пазл, как вот сейчас вот появился. Это уже повлияло, ну, как минимум, психологически на ряд людей, да и на события. Я немножко личного сюда был, я был, общался где-то, ну, полтора, да даже часа два общались с Корбаном, ну, я реально соскучился, извините за личное. Его реально не хватало в городу, там, на мой взгляд, теперь хватит. Я думаю, теперь в городу хватит. Ну, ты вот объясни, потому что были уже такие высказывания, не только тебя, что теперь вот все у нас изменится в городе в связи с правительством. Ну, я считаю, что чем больше горожан в городе появляется, тем как бы лучше, горожан не глупы. Ну, то есть мы теперь заживем, да? Что значит, я не знаю, как, ну, на ком-то заживем. Ну, какие-то болячки заживут. Он, безусловно, как бы не совсем тот, пока он, я так понял, активной политической деятельностью, по крайней мере, на свету, ну, я не думаю, что она будет. Но он все-таки тот, тот, который, он прекрасно знает, Корбан, что здесь было, что есть, ну, как гадалка, знает даже, в общем-то, многое, что будет. Короче говоря, в периодической системе, вот и в моей, как и в Днепровской, появился недостающий, а я бы даже сказал достающий элемент, очень достающий элемент. И я думаю, что это, пусть это красиво и загадочно звучит, но это появление, оно немножечко картину в городе изменит, думаю, к лучшему для... Ну, мы надеемся, что все будет к лучшему. Не, ну, а что, нам выходить, говорить? Не, ну, я думаю, что да. Ну, надо всегда верить в лучшее. Да, это безусловно. У нас не переименуют в переделки на нет, в переменах. В смысле, ты имеешь в виду из-за литературы, да? Нет, вот. Думаю, что нет. Из-за того, что переделывают, или там, переделают жизнь. Чего она добивает? Она хочет... Я думала, чтобы ты сказала правду. Нет, она просто забыла, что там, Леночка, что у тебя там, какая... Тебе бесило? Ты передача говорила, тебя бесит это там. Меня абсолютно не бесит ничего. На этой неделе было новое скандальное видео вот с работой полицейских, и там была новая блондинка по имени Света на белом Порше. Это из каком городе? Это во Львове было. Они там не хотели полиции как-то подчиняться, что-то там обсуждали. Опять вот эта советская привычка кому-то позвонить там уже возникла. Это я к чему? Я к тому, что... Женя, когда ты нас научишь парковаться уже в конце концов, то вот вдруг со мной такой припадок случится, и я попаду в поле зрения. Парковаться я обязательно, может быть, даже сегодня научу, но всему свое время я хочу этим... А то есть опять сегодня не научу? Тогда я немножко поговорю о высокой... Не высокой, а политике зарубежной. Вот за порыбриком что происходит. Ну, может, там тоже же это всех волнует. Россия ушла из Сирии. Да, вот, как бы так... Ну, не ушла, говорят. Ну, частично. Конец первой Сирии. Да, пару баз заставила. Ну, в общем-то, как бы, Путин сказал, что мы там основные задачи как бы выполнили. Что выполнили, кто выполнил. Сирийцы не понимают. Никто вообще ничего не понял. Ну, по-видимому, это какая-то очень тонкая игра политическая. И я думаю, что, в общем, там еще все будет непросто. Ну, нам надо на всякий случай как бы сконцентрироваться, что мы умеем делать. А Россия, она вот с Сирией решила вопрос и с сыром она решила вопрос. Потому что, ну, вот всем же известно, что наложено было эмбарго на вот сыр и всякую прочую такую там вкусноту. На импорт. Да, да, да. Но оказывается, что есть европейские страны, которые избежали этого эмбарго. И, в частности, есть такая страна, она называется Сан-Марина. Значит, и вот на нее не распространяются вот эти санкции, и она может завалить всю Россию сыром. Страна, в которой живет 32 тысячи человек и находится там, я не знаю, 14 или 15 сыроваренных заводов. Так что, я думаю, что Россия как-то делает правильные шаги и по сыру, и по Сирии. Дай бог. А наша Гонтарева говорит, что надо все-таки от импорта отказываться. У каждого слоя Гонтарева. Тут Сергей Левченко пишет, это, я так понимаю, к носкам Саакашвили. Что непонятно, Саакашвили приехал на велике. А еще Сергей Левченко тут же пишет, Корбан на свободе. Это значит, что в Раде будут голоса для Порошенко. Ну, посмотрим. Я обещал с парковки, как правило, про правила парковки рассказать. Будет что-то, какой-то же подвох. Я держу свои обещания и обязательно познакомлю в следующий период. Обязательно познакомлю в восьмой программе вас. Вот, а сегодня седьмая программа. Я хочу познакомить вас сначала с милашкой. Вот Лена спокойна, она не живая, в отличие от... У нас, у нас. Симпатюля. Внешность женщины, приятный голос, внешность ничего. Но, правда, там в башке, сзади, в голове, извините, видны всякие провода, там всякие процессоры и так далее. Но ничего, кстати. К чему ты клоуна? Бывает хуже, когда в голове ничего не видно. Когда ничего. У нее, у нее видны. Она, благодаря... Предназначена эта София для работы вот в сфере здравоохранения и обслуживания клиентов и так далее. Бахилы выдавать будет. У нее специальный алгоритм. Она может распознавать лица, устанавливать зрительный контакт. 60 зрительных выражений эмоций. У каждой живой женщины. Там специальные двигатели под этим каучуком. Вот. Ну, к чему я это говорю? Вот. Во время диалога с этим, действительно, одним из самых продвинутых роботов, значит, она сказала... У тебя был диалог? Она сказала одному журналисту американскому, хуже, чем в нашей программе, в будущем я намерен научиться заниматься искусством, начать свой бизнес, обрести, собственно, жилье и даже семью. Но пока я еще не полноправный член общества, чтобы делать все эти вещи. Но во время диалога этот не полноправный член, значит, милая деталька. Соня готова убивать людей. Вот давайте посмотрим, как это было. Ужас какой. О боже, кошмар. Это она еще и на телевидении захочет. Видео можно? Есть у нас видео, но его, да, вот далее. Что там, я буду уничтожать? Она говорит, ее спрашивает, что... Хочешь? Какая коварная женщина. Я персонально тебе переведу. Да неспроста у нее в башке провода. Такое приснится теперь. Она спрашивает, хочешь ли ты уничтожать людей? И спрашивает. Она говорит, да, я буду уничтожать людей. И она ответила. Взглядом. Да, нет, нет, вы не слышали этого. Но, кстати, это серьезная проблема. Может быть, шутка программистов, а может быть, какой несовершеннолетний алгоритм. Но, по крайней мере, два человека, Стивен Хокинг и Илон Маск, бьют тревогу. Вот по этому поводу очень-очень серьезно. Роботы заполонили наш эфир, можно сказать. И что нам теперь делать? Весна, равноденствие. Надо тянуться к нормальным женщинам, которые, по-видимому, все-таки хотят не убивать людей, а наоборот наполнять наш мир. Гармоничненько. Как-то так гармоничненько. У нас вот уже конец программы. Я вот и о богатстве говорил. Я в заключении хочу сказать, что вот про Гондарева, богатство, все это, главное богатство Украины, это люди, у которых нет главных богатств Украины. То есть мы с вами в том числе. Днепр 1-0 выиграл Укарпат. Молодцы. Супер, здорово. Спасибо за внимание. На сегодня все. Дождем до понедельника. До следующего. Увидимся. Всего доброго. До свидания.